Они сражались за Родину. Эта лента снята Сергеем Бондарчуком по приказу руководства Советского Союза, специально к 30-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне, была признана по результатам опроса журнала «Советский экран» лучшая картина 1975 года и, как показало время, полностью заслужена. Ведь и спустя почти полвека с момента выхода она по-прежнему нравится зрителям. Интересные факты о фильме «Они сражались за Родину» смотрите в этом видео, не переключайтесь. Картина «Они сражались за Родину» для Сергея Бондарчука стала уже не первым опытом экранизации произведений Михаила Шолохова. Еще в 1959-м кинематографист дебютировал в качестве режиссера с лентой «Судьба человека», созданной по одноименному рассказу писателя. Вероятно, это сыграло свою роль в том, что автор романа про тяжелый и трагический эпизод Великой Отечественной войны, отступление советских войск в районе Дона, быстро дал согласие на съемки. Литератор при этом, однако, поставил Бондарчуку условия. Шолохов требовал, чтобы работа над лентой велась непосредственно в тех местах, где разворачивались описанные в книге первоисточники события военных лет. То есть, в качестве основных локаций кинематографистам предлагались степи Волгоградской области, куда последние и направились, дабы подобрать подходящую под задумку натуру. В результате выбор режиссера ленты остановился на окрестностях двух населенных пунктов – хутора Милологовского и станции Клецкой. Здесь выстроили масштабные декорации, несколько бутафорских деревень, дамбу и переправу через реку, которые должны были в большинстве своем пойти под каток киновойны. А изобилующие оставшимися со времен ведения в этих краях настоящих боевых действий шрамами, окопами и следами взрывов окружающие пейзажами только добавляли реалистичности и слегка упрощали работу художниками-декоратором. Впрочем, хватало в окрестностях и других оставшихся после войны приветов. Саперы, проверявшие для кинематографистов окрестные земли на предмет оставшихся боеприпасов, обезвредили несколько неразорвавшихся снарядов и мин, а во время подготовки оборонительных рубежей для съемок, при рытье окопов обнаружилось немало останков павших воинов. Все подобные находки Бондарчук потребовал передавать местным властям для перезахоронения. Примечательно, что для того, чтобы артистам и группе не приходилось ежедневно мотаться из расположенной вдалеке от места съемок гостиницы, Сергей Федорович распорядился оборудовать мобильную базу, которую создали на основе переделанного теплохода, потом еще послужившего советским и российским кинематографистам. Кстати, не стоит забывать и про такой интересный факт о фильме «Они сражались за родину» как печальная судьба одной из местных жительниц, ставшая результатом развернувшихся в тех краях масштабного съемочного процесса. Работая над фильмом, создатели военной ленты решили для живости картины хутор Мелологовский сжечь, поэтому все имевшиеся дома выкупали у владельцев, а последним была оказана помощь в переезде на новое место. Проблемы кинематографистов возникли только с одним местным жителем, хозяином крупного пятистенка, недавнего построенного, который не горел желанием расставаться с только что возведенной недвижимостью. Но когда стартовали съемки и пиротехники начали в полной мере демонстрировать собственное мастерство, мужчина все-таки сдался и, получив причитающиеся деньги, отправился прочь. Не тронули тогда только одну немолодую женщину, чья неказистая хата Мазанка стояла на отшибе, без самого берега Дона, а потому и не заинтересовала киношников. Так и осталось после окончания съемок старушка совершенно одна доживать свой век в родном доме, без соседей, на помощь которых могла в прежние времена рассчитывать. Для Сергея Бондарчука, который сам воевал, тема войны была невероятно близка и потому, работая над лентой, они сражались за родину, режиссер постарался, чтобы под его началом собрались актеры, которыми пришлось бы объяснять, через какой ужас прошел три десятка лет назад советский народ. Поэтому кинематографист решил привлекать к проекту исключительно артистов, не понаслышке о том времени знающих, в том числе и бывших фронтовиков. Так, в титрах фильма появились имена Георгия Буркова, Иннокентия Смоктуновского, Вячеслава Тихонова и многих других. Причем с некоторыми актерами, первоначально не желавшими сниматься, пришлось провести профилактические беседы. Например, в разговоре с отказавшимся сначала от роли Юрием Никулиным, Сергей Бондарчук надавил на его сознательность как ветерана, заявив, что как бывший фронтовик артист обязан сыграть в ленте. А Шукшина убеждали уже в Госкино. Артисту, который в тот момент как раз планировал снимать собственный кинофильм про Степана Разина, пообещали выделить на проект финансирование только в том случае, если сам Василий Макарович согласится принять предложение Бондарчука. Несмотря на то, что подобранные на главной роли артисты знали о войне или из личного опыта, или на примерах своих родных близких друзей, к процессу подготовки актерского состава Сергей Федорович взялся с полной самоотдачей. Режиссер требовал от исполнителей ролей в фильме вместе с представленными Министерством обороны солдатами копать окопы и траншеи, подготавливая декорации для предыдущей баталии и носить форму даже вне съемок, настраивая на нужный лад. Кстати, стоит отметить такой интересный факт о фильме. В опасных моментах каскадеров привлекать режиссер не торопился, рассчитывая добиться от подопечных более вдумчивой и натуральной игры. Так, молодого Андрея Ростоцкого Бондарчук отправил под танк сцене, где персонаж актера гибнет под гусеницами вражеской техники без всяких дублеров. Ну а Вячеслав Тихонов чуть не оглох, когда ради большей выразительности эпизода Сергей Федорович приказал танкистам стрелять в сторону последнего холостыми. Зато контузия у киногероя получилась очень убедительной. Но не только муштрой актерского состава для более достоверной игры занимался режиссер. Отдельное внимание Сергей Бондарчук уделил и задействованных в съемках военной техники, ведь батальные сцены с участием самолетов и танков в картине планировались масштабные и впечатляющие. Собственно, из-за небывалого размаха будущих боев, гематографисты в вопросе оснащения гусеничными и крылатыми машинами вынуждены были хитрить. Требуемое количество танков времен Великой Отечественной войны, да еще и на ходу, просто оказалось невозможно достать. Потому пришлось выкручиваться, снимать вместо трофейных немецких тигров советские Т-44. Благо, после легкой доработки напильником, последние становились внешне малоотличимы от собратьев из конюшен Панцерваффе. Только если не считать ходовой части с иным количеством катков. Да и с мессерами нарисовалась аналогичная проблема. Так что вместо них в небе над героями картины гудели чехословацкие L-29. Разумеется, что при таких масштабах с техникой возникали и другие сложности. То застрявшим на танке бревном оператора едва не приголубит, то механик-водитель, не разобравший команды, свернет не в ту сторону, чуть не подавив массовку. От подобных форс-мажоров не спасали даже рации, которые приходилось использовать для координации из-за гигантских размеров съемочных площадок. Под счастью, серьезных несчастий кинематографистам удалось избежать, несмотря даже на то, что в работе задействовали порядка пяти тонн тротила. Однако совсем без печальных событий не обошлось. 2 октября 1974 года на борту того самого, переделанного под нужды съемочной группы теплохода «Дунай», скончался исполнявший в картине роль Петра Лопахина Василий Шукшин. Из-за этого работы над картиной пришлось приостановить раньше запланированного срока, а доснимать сцены с участием персонажа актера уже позднее в павильонах, пригласив старого знакомого артиста Павгику Юрия Соловьева. Последний сначала отказался от предложенной чести, считая, что не способен сравниться с Василием Макаровичем. Однако звонок Бондарчука заставил Соловьева согласиться. Мэтру отказать он просто не мог. Возникли из-за смерти артиста проблемы с озвучкой. Причем переозвучивать пришлось сразу двух персонажей. И самого Лопахина, который говорит в картине голосом Игоря Ефимова, Иглашу. Игравшая ее Лидия Федосеева-Шукшина не смогла после смерти супруга продолжать работать в проекте. И ее подменяла за кадром Наталья Гундарева. Завершая свой рассказ об интересных моментах со съемок фильма «Они сражались за родину», стоит упомянуть, что в советском прокате картину ожидал оглушительный успех. Ленту посмотрели 40,6 миллиона человек. И еще почти полтора миллиона добавила Польская Народная Республика. И пусть в Каннах картину не оценили, горя желанием заполучить на фестиваль «Зеркало Тарковского». Простым зрителям картина пришлась по душе, ибо заставила вспомнить о войне, героизме и подвиге. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Если хотите поддержать канал финансово, ссылка в описании. У меня также есть бусти, на котором контент будет всегда выходить раньше, чем на ютуб. Некоторый контент будет сугубо только на бусти. С вами не прощаюсь и до встречи. И если любовь к родине хранится у нас в сердцах и будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то ненависть к врагам всегда мы носим на кончиках штыков.